К нам пришли наши гости, которых мы так долго ждали. Да, организаторы, модельеры и участники проекта Smooth Lifestyle. Я люблю по-английски говорить, всегда это так круто. Smooth Lifestyle. Правильно я говорю? Да, хорошо, правильно. Переводится это как такой гладкий образ жизни. Ну, либо стильный образ жизни. Я расскажу сейчас для всех наших зрителей. Смотрите, смысл проекта в том, что могут принять участие нестандартной внешности девушки. И сегодня они обязательно к нам придут, потому что сейчас я вижу, у нас в студии только красавицы и ничего не стандартного. Я тоже не поняла. Заметить не могу. В чем фишка? Где нестандарт? Ну, где нестандарт? Во-первых, Александра у нас является самой невысокой моделью, в принципе. Самой невысокой? Да, дымовочка. Ну, в принципе, она очень яркая, очень такая харизматичная. Волосы, яркий цвет, да, хорошо. Так, Анастасия. Анастасия у нас является самой юной участницей именно в Краснодаре. Ей на сегодняшний день 17 лет. Мне интересно, рассказывайте, как вы поживаете? Как настоящая модель, улыбается. Хорошо, ну, давайте поговорим про само мероприятие. Сегодня вечером оно пройдет. Такой, давайте сделаем анонс в словах. Вот что будет проходить? Что будет, да, что интересно. Заинтересуйте нас. О, и зрителей. О, сегодня будет очень грандиозное шоу, именно в рамках проекта в городе Краснодар. Шоу-показ «Веддинг-перформанс». Это свадебная вечерняя мода. У нас будут представлены четыре проходки, совершенно разные по типажу, но объединенные одной стилистикой. И в этих проходках будут девушки, все, которые самые главные активные участницы проекта. Ну, и, собственно говоря, будут себя проявлять. А как проявлять будут? Что, стихи читать или что они будут делать? Нет, на самом деле, за безумие банально, они будут в платьях дефилировать, но особенность их в том, что для многих это их первый показ в принципе. То есть мы не делали акцент их научить ходить на каблуках, дефилировать, блять блядь. Ну, я правильно понимаю, энергетика важна, да? Харизма. Да, да. Блядь в глазах. Так, а скажите, молодого человека уже себе дамы благодаря проекту нашли кто-нибудь? Ну, в рамках проекта уже дам, но не нашли. Нашли? Молчит. Молодец, правильный ответ. А сколько участниц? Ну, на девчонке. На самом показе? Да, на самом показе сегодня. Сегодня на показе у нас будет 35 моделей наших, плюс 15 моделей деток. Ну, и, собственно говоря, детки тоже будут, это наши партнеры хорошие. Настя, ты как, ты с ними будешь шире? Хорошо, я так понимаю, финальная сцена будет черный лебедь, белое-черное платье, да? Там будет 5 платьев, они практически все нестандартные, у них очень нестандартные образы, ведь мы сегодня как бы, ну, немножечко так сделали акценты, но у них будут очень яркие прически, очень яркие мейки, очень необычные аксессуары, вот. Ну, и интрига, потому что в финале будет очень жарко. Так, уху-ху-ху-ху. Мне, знаете, что интересно, а бывало такое, что, ну, вот, когда вы собирались проводить этот конкурс, пришла к вам девушка, ну, скажем так, стандартная. Пришла вся такая вот... Здравствуйте, я самая стандартная девушка. Я самая стандартная. Средний рост, средний вес. 60-90, я вся вот дрожа. И вы, не подходишь. Не поверите, они тоже нам подходят, потому что у нас есть проходка, где девочки будут стандартные, высокие, 90-60-90, все как положено. Вы придумаете, мне кажется, вы придумаете. Ладно, ты, нет, ничего подобного, ты нестандартная, ты будешь с самыми зелеными волосами. Юп, волосы, ну, я не знаю. Ну, платье, платье. Не поверите, но Анастасия, она специально перекрасила волосы фиолетовым светом. Настя, именно для показа. Через год поговорим с тобой еще. Так, скажите, платья, сами платья, очень красивые, необычные, любовь. Они прекрасные. Вы дизайнер, да? Да. Расскажите нам, пожалуйста, вы создаете от начала, от идеи до реализации сами платья? Любовь и окрестная. Да, да? Да, окрестная. Я исполняю желания своих клиентов. А, то есть вас вдохновляют клиенты, приносят вам идеи какие-то? В принципе, да, идею какую-то подают. Любую идею можете реализовать? Ну, в принципе, да, 19 лет стажа. Ух ты, а вот самое необычное, можете вот так вот на раз вспомнить? Например? Вот самое какое-то платье. Было такое, что приходили и говорили, хочу платье, как вот у какой-нибудь героини из сказки. Они приносят фотографии из интернета. А, из интернета, но... И вы можете сделать точную копию? Без проблем. В принципе, я стараюсь. И как правильно скрыть недостатки? Раз уж мы обо всех... Ну, не бывает, чтобы девушка была абсолютно довольна собой. Вот я, например, да? Ну, вы идеальны. Красота, идеальна. Я тебе сколько раз говорила, она мне не верит. Не бывает на красивых девушек, я всегда так говорю. Нет, не знаю. Мне кажется, идеальная фигура. Мечта любой девушки. В чем проблема? Не только девушки. Музыки тоже хотят красиво выглядеть. А, вы планируете для мужчин что-то? Конечно. Да? Оп, секрет, оказывается. Что вы там рассказываете? Нет, ну, на сегодняшний день, конечно же, мы международный проект именно для женской аудитории. Но впоследствии нам уже пишут мужчины и спрашивают, когда для мужчин будет. Подождите, а давайте-ка сделаем следующим образом. Пускай я буду самым первым участником вашей программы. В чем вот... Что, Саша, делать? Да, что... Что я сейчас делаю? Пускай приходит на кастинг. Я умею делать вот так. Ладно, я не разучился. Просто приходите на кастинг, и все, и начинайте быть активным участником нашего проекта. На самом деле, очень яркая внешность и необычная, это очень много же звезд известных есть. Это очень круто. Причем они самые-самые неплохо. Сара Джессика Паркер, например, она вообще необычная, яркая... Мне кажется, она просто нереально красивый человек, правда. Сара Джессика Паркер, она для меня богиня, правда. Или вот, насколько я знаю, у Моники Белуччи 44-й размер ноги. Вот. Такой вот известный. Такая не золушка совсем. Да, я очень много читал, изучал про Монику Белуччи. Да, много нестандартных. А вот вообще есть кумиры какие-то, может быть, у вас? Именно в рамках проекта? А вообще, вот звезды, может, какие-то? Ну, лично мои? Ну, хорошо, лично ваши. Ну, Сара Джессика Паркер, да, она вполне очень даже одна из моих... Как я попала, да? Да, да, да. Еще в Англии проходил тоже конкурс красоты. И в 2008 году выиграла и стала мисс Англией. Вот девушка тоже с очень необычной внешностью. Давайте посмотрим. Вот она. Мисс Англия, она потом, кстати, поехала и приняла участие в мисс Мира. Вот такая вот девушка необычная. Очень необычная, очень красивая. Вот видно в глазах, видно, что... Обаятельно. А ты смотрел на глаза, конечно. На самом деле, это самая главная задача всего нашего проекта, да, то есть заставить девушек поверить в себя, полюбить себя такими, какими они есть. Не ограничиваться такими догмами, правилами. Ну, естественные женские формы, ну, это гораздо красивее, чем... Каждая женщина прекрасна. Каждая женщина прекрасна, на самом деле, да. Мы за позитив, мы за хорошие качества, за добрые отношения. То есть у нас вот это ценности проекта. Добавляется какой-то конкурс, чтобы выразить дополнительную индивидуальность девушек? Мы в зависимости от, ну, желаний самой девушки. Так как таланты у всех девушек тоже разные, то есть кто-то хочет конкретно в моделинге реализовываться. Соответственно, мы там фотосессию устраиваем. Фотографируются? Конечно. Умеете фотографироваться хорошо? А нет... А научите, научите нас. Меня, давайте меня. Я хочу, хочу, хочу. Давай. Я фотографирую всегда вот так. Есть какие-то секреты, Саня, и как лучше сделать качественную фотографию? Вы знаете, у нас фотосессия, это один из самых регулярных мероприятий, которые мы проводим, и мы стараемся приглашать всех девушек, всех участниц проекта. И девушка от кастинга к кастингу, от фотосессии к фотосессии, она преображается. То есть она просто начинает играть на камеру. Мне кажется, более раскрепощенная становится. Раскрепощенная становится. Да, раскрепощенная. Давай, поехали. Умничка. Молодец. Страсть, энергия. 2 секунды 50 фоток. Ага. Так оно и есть на самом деле. Хорошо. Самое время проявить таланты, дамы. Ну что, хотелось бы, наверное, уже всем увидеть показ настоящей модели. Да, показ моделей. Небольшой превью перед вечерним мероприятием. Давайте, как в служебном романе. От бедра. И вот. You are beautiful. You are beautiful. Вот я не устану это повторять. Каждое утро. Я обожаю свою работу. Я ее просто обожаю. Спасибо.